Смотрите, коллеги, мало пациента прооперировать, мало установить необходимость для него проведения радиотерапии, еще нужно его правильно к нам направить, ну или какие учреждения, оказывающие хуже, как мы, помощь. Вся, всеобъемлющая помощь пациентам регламентируется программой государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи. Документ обновляется каждый год во второй декаде декабря, сейчас действует программа восстановления номер 1610. Радиотерапия относится к высокотехнологичной медицинской помощи, поскольку сложна, ресурсоемка и дорогостоящая, оказывается медицинскими организациями в соответствии с профилем, перечнем, согласно клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи. Любой пациент с новообразованиями имеет право получить радиотерапию при наличии показаний бесплатно. Радиотерапия относится к видам высокотехнологичной медицинской помощи, которые финансируются за счет федерального бюджета, согласно небольшому приложению к программе раздел 2, то есть это те виды медицинской помощи по определенным объемам, которые финансируются из федерального бюджета, не из средств фонда обязательного медицинского страхования. Сроки ожидания оказания ВМП не относятся для онкологических пациентов к тем 7 дням от установления гистологического диагноза до получения помощи. ВМП можно ждать. Каждая медицинская организация, оказывающая помощь, в которую направлен пациент, ведет лист ожиданий и обязательно информирует пациентов о очередности их вызова. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы те сроки ожидания от момента оформления документов на квоту до приезда на лечение составляли как раз таки те 3-4 недели отмены альтероксина и подготовки традиционной. Соответственно, мы гордимся тем, что у нас очередь полностью исключена, да, и пациенты сразу же после операции отмены гормонов попадают на лечение. Весь процесс оформления документов на квоту высокотехнологичной медицинской помощи регулируется одним всеобъемлющим приказом 824Н, который тоже периодически обновляется раз в 1-2 года, порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением информационной системы. Если выявлены консилиумом онкологическим показания для пациента к высокотехнологичной медицинской помощи, к радиотерапии, обязательно районный онколог, онколог на месте, собирает иногда с помощью телемедицинских технологий, если невозможно проведение очного онкологического консилиума по приказу 915Н об организации онкологической помощи населению, собирает документы на квоту для Министерства здравоохранения, для отдела ВМП. Все просто. Оформляется направление на госпитализацию, при том подтверждается решение врачебной комиссии той медицинской организации, от которой пациент направляется. Оформляется выписка из медицинской документации. Это важно скорее нам для принятия решения о вызове пациента на лечение. Нам интересен объем оперативного вмешательства и результаты гистологического исследования по пациенту. Ну и также в комплект документов входит документы, удостоверяющие личность пациента, полис, если есть, СНИЛС, так же, если есть. Форма направления очень простая, предельно понятная. Каждое лечебное учреждение плюс-минус такое направление имеет в своем арсенале на типографских бланках. Выписка практически дублирует направление, но содержит еще некоторые такие краткую информацию о анамнезе пациента и об объеме выполненного оперативного вмешательства. Поскольку весь пакет документов загружается на портал высокотехнологичной медицинской помощи по зашифрованному каналу данных, обязательно берется в согласие на обработку персональных данных пациента. И, пожалуйста, коллеги, если направляете пациента на ВМП, на радиотерапию, куда бы то ни было, оставляйте где угодно в направлении выписки согласия на обработку персональных данных контактный номер телефона, потому что мы должны сами связываться с пациентом и определенным образом пациента готовить. Поскольку этот метод лечения слегка отличается от хирургии, тоже терапии, чего угодно, да, нам нужно точно пациента хорошо подготовить, быть в нем уверенным. Содержимое этого слайда всегда ставит в тупик докторов на месте. Первый эшелон, так скажем, докторов, которые начинают собирать документы на квоту, поскольку отдел ВМП при Министерстве здравоохранения субъекта Федерации или при Департаменте здравоохранения, он просит определенные коды, шифры и так далее, поскольку там специалисты машинально заводят эти данные уже на портал. Группа ВМП для радиотерапии пока, да, согласно программе госгарантий, это 21, она может меняться, да, в следующем, возможно, будут изменения, не знаем пока. Раздел 2 указывается, то есть это финансовое обеспечение радиотерапии, то бишь федеральный бюджет. Код вида ВМП также указывается, к сожалению, это надо знать, они все это знают. 0,9, 0,0 это онкология, 21 это вот эта вот группа ВМП, 0,0,1 это определенный вид помощи тоже находится. Код МКБ, ну в любом случае, он не меняется очень долго, да, это C73. Наименование видами ВМП тоже это все видно в приложении к программе государственных гарантий, да, если есть желание отлицнуть, все будет написано. То же самое с моделью пациента, ничего сложного в этом нет. В нашем центре оказываются первые два вида по методу лечения терапевтического радиотерапии. Радиотаблация остаточной тироидной ткани и радиотерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы. То есть в зависимости, опять же, от первичных данных, входных по пациенту, вызов делается именно на вот эти вот методы лечения. Министерство здравоохранения или департамент здравоохранения в любом субъекте Российской Федерации имеет отдел высокотехнологичной медицинской помощи. Соответственно, та медицинская организация, которая начинает сбор документов, оформляет направления, выписку и так далее, в течение трех рабочих дней или пациентам, или полномочным представителям медицинской организации, предоставляет документы в отдел ВМП. Отдел ВМП в течение 10 рабочих дней обязан создать врачебную комиссию, соответственно, своими внутренними документами это регламентируется. И дальше решением комиссии оформляется протокол, и дальше все документы мы уже начинаем видеть и пациента вызывать. Есть еще особая категория граждан. Это в первую очередь военнослужащие, те люди, которые не имеют полиса, те пациенты, которые, как правило, оперируются на первом этапе в ведомственных учреждениях здравоохранения под эгидой Министерства обороны, Министерства чрезвычайной ситуации и так далее. Они оперируются, это в ведомственных организациях, ради ее терапии, как ВМП. Даже без наличия полиса они имеют право получить бесплатно в любом федеральном центре, который эту помощь оказывает. В том числе у нас были такие пациенты. Никаких преград к их лечению нет, соответственно, документально. Также пациент, если ему установлена группа инвалидности, согласно медико-социальной экспертизе, имеет право претендовать на льготный проезд к месту лечения в федеральный центр и обратно. В отделе ВМП пациенту выдается отрывной корешок с 14-значным номером талона высокотехнологичной медицинской помощи, который пациент может отследить на сайте talon.rosminzdrav.ru. Ничего, опять же, сложного нет, зато пациенту всегда видно, когда он будет вызван, дату госпитализации на случай, если забыл, сколько дней осталось до госпитализации. Вот, например, вот эту пациентку нашу из нашей области мы ждем уже в следующий понедельник, 23-й. Это видно, каждый этап оказания медицинской помощи. Уже когда мы видим документы на пациента, видим оформленный талон ВМП, видим его направление, выписку, гистологию, все что угодно, мы обязаны в течение семи рабочих дней по решению нашей врачебной комиссии или врачебной комиссии любой другой медицинской организации, куда пациент направляется, оформить пациенту протокол с определенной датой госпитализации. Всегда, опять же, обостряю внимание, оставляйте, пожалуйста, контактные данные по пациенту, потому что это наша первоочередная задача с пациентом созвониться, договориться о конкретной дате госпитализации и пациента готовить, отменять альтероксин, если он еще не отменил, уведомлять его об определенном объеме обследования, которое пациент должен уже к нам предоставить в день госпитализации. И дальше наш внутренний документ, который периодически меняется, согласно, опять же, изменениям кода вида ВМП по программе госгарантии. Каждый пациент, который у нас лечился, имеет на руках вот такой протокол, который потом в дальнейшем ему отдел ВМП выдает на руки, копию, скан этих документов. Так называемые, все, наверное, пациенты лучше знают это как вызов, то есть протокол заседания нашей отборочной комиссии по высокотехнологичной медицинской помощи. Опять же, все коды, виды, наименования здесь перечисляются, обязательно указывается, это документ идет индивидуально на каждого пациента и дата госпитализации, подписи, опять же, всех членов комиссии. После того, как за 7 рабочих дней мы приняли решение, в течение 5 рабочих дней обязательно тот протокол вызов на пациента подгружается в систему регистрации талонов ВМП и выдается пациенту или сейчас, как правило, сканы отсылаются на электронную почту, и пациент сам забирает, например, в многофункциональном центре. Опять же, если пациент... То есть ничего сложного нет на самом деле. Фактически, если все сроки сложить друг с другом, как раз выходит где-то 18-17-20 дней, то есть как раз то время, за которое пациент отменяет альтероксин, он не готов уже приехать. Если пациент по нашим рекомендациям, по рекомендациям консилиума, признается радиорефрактерным, согласно постановлению распоряжения правительства от 25-19 года по льготному лекарственному обеспечению, все ингибиторы протеинкиназы, ленватенипли, сарафенипли, они входят в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов для лечения, и пациенты онкологические имеют право получить их бесплатно, так же, как и федеральные льготники. Но вот эти вот как раз пациенты интересны нам, как потенциальные пациенты, которые находятся в группе риска по развитию дифференцированного рака щитовидной железы. Ну и малочисленные народы севера, которых у нас тоже есть. Достаточно. Не будем, наверное, опять же, себя показывать. Все, кому интересно, нас знают, с нами сотрудничают, поскольку пациентов мы принимаем быстро и лечим их хорошо, качественно, с хорошими результатами. За 5 лет работы много курсов проведено радиотерапии, 1600, сейчас уже больше. Пациенты сами, опять же, повторяют общую мировую статистику, в основном в подавляющем большинстве это женщины, в подавляющем большинстве это популярный рак щитовидной железы, и пациент это трудоспособного потенциального возраста 51 год, плюс-минус 10 лет. За годы работы, ну, практически, наверное, всю географию набрали, ну, так, очень голословно всю Российской Федерации, ну, по крайней мере, с севера на запад, с юга на… с востока на запад, с юга на север 55 субъектов охватили и 190 городов. То есть та же самая бюрократия, которую все так боятся, и пациенты, и доктора, на самом деле не препятствует к получению медицинской помощи где угодно бы пациент ни был. Это его желание и наша возможность его принять быстро. Опять же, да, немножко так здесь сделаем паузу. Коллеги, кому интересно, кто направляет пациентов, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда открыты для сотрудничества. Всех вас уважаем, ценим и стараемся дальше после хирургического лечения выполненного не подвести ни пациентов, ни докторов и оказать им помощь по всем правилам искусства. Спасибо огромное.